Особое мнение на 101FM И там же на нашем сайте появляются аудио- и видеозаписи наших программ. То есть, если вы что-то хотите переслушать, пожалуйста, туда, на эхакирова.ру. И через непродолжительное время появляются распечатки эфиров. Это для тех, кто не любит слушать и смотреть, а любит читать. Мы приступаем к нашим вопросам. Я, Олега, как человек, который, в общем-то, не чужд каким-то общественным движением, гражданским активностям и прочим вещам, просила бы прокомментировать вот какую вещь. Федеральные СМИ, в частности РБК, сообщают о резком снижении рейтинга «Единой России». Происходит это на фоне так называемой пенсионной реформы, протестных митингов, крупных протестных митингов, которые прошли в минувшие выходные по всей России в крупных городах. В Кирове митинг КПРФ был, по-моему, в четверг. А в Кировской области все-таки в субботу были митинги 28 числа. Так вот, в ЦИОН, который измерял рейтинги, зафиксировал, что рейтинг «Единой России» снизился до 37%. При этом рейтинг оппозиционных партий в Государственной Думе, по крайней мере, ЗКПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия», вот рейтинги этих объединений растут. Не сказала бы, что значительно, где-то на процент, где-то на два, но, тем не менее, фиксация такая и есть. Вам, Олег, как кажется, это какое-то временное явление или это постоянные истории? Мне сложно говорить о цифрах. Я не понимаю, ну, я не знаю просто методики подсчета, там, этих рейтингов. Они спрашивали людей, за какую партию вы бы проголосовали в ближайшие выходные. Но, тем не менее, невооруженным взглядом, общаясь с разными людьми, мне кажется, что люди подустали уже от одного и того же формата, от одной и той же партии, которая совершенно, ну, как показали последние события, там, в частности, по той же самой пенсионной реформе, не прислушиваются и делают, там, не так, как поручают избиратели, не выражают волю избирателей, а больше прислушиваются мнения, там, сверху. То есть история с пенсионной реформой и принятием законопроекта о пенсионной реформе, о повышении пенсионного возраста в первом чтении Единой России, практически единогласно в Государственной Думе, она сыграла свою роль? — Сыграла, но мне кажется, что здесь это не единственный фактор, и не вот просто так, там, именно ради пенсионной реформы, там, какое-то охлаждение, то есть это наложилось на, там, другие факторы, и общая усталость от одной и той же побеждающей все выборы партии, и, там, какие-то взаимоотношения, там, на местах, там, партийных руководств, партийных ячеек и жителей регионов, то есть, ну, совокупность факторов, но, в принципе, я думаю, что это такое обычное явление, то есть, ну, ребята просто подутомили. — Эта тенденция, она будет развиваться или она к следующим крупным выборам, я напомню, да, это, по-моему, будет 21-й год, кажется, выборов в Государственную Думу у нас будут, могу ошибаться, она сохранится или она ищет? — Я не прорицатель, не пророк. — Ну, хорошо, давайте возьмем конкретную ситуацию. Если в этом году, в сентябре месяце, депутаты Единой России в Государственной Думе единогласно проголосуют во втором чтении за законопроект о повышении пенсионного возраста, да или нет? — Я думаю, что, скорее всего, этой партии будут искать замену. То есть, просто уже, ну, как-то интуитивно чувствуется, что вся вот эта вот усталость от одной партии, от одного бренда партийного и от одних и тех же лиц, эта усталость, она востребует какие-то новые оригинальные шаги. И мы знаем, что наше верховное руководство страны там любит асимметричные ходы, вот любит доставать каких-то там непонятных... — Тузов из рукава? — Да, тузов из рукава, там, кроликов, не знаю. И, скорее всего, к новым крупным выборам, то есть будет достать какой-то новый козырь. — В виде новой политической структуры, с новым названием? — Вполне возможно. — А люди там будут те же, что были в «Единой России» или новые? — Рекрутируют из там оппозиционных или полуоппозиционных партий. То есть есть куча людей, которые не востребованы, то есть не до конца еще выработан там ресурс Народного фронта. То есть слепить очередной гибрид, я думаю, не представляется там сложным особо. Ключевых фигур, может быть, переведут и из этой партии. То есть те, кто поживее, поактивнее, попрезентабельнее выглядят перед людьми. Вполне возможно. — Так, хорошо. В таком случае, а какая перспектива у наших оппозиционных, так скажем, сил, которые присутствуют в Государственной Думе и которые активно сейчас, ну, скажем так, зарабатывают политические очки на протестную активность? — Я думаю, что много политических очков они не наработают. Процент туда, процент сюда. Там погоды не делает. Скорее всего, по отношению ко всем остальным партиям, политика не изменится. Как бы они ни хотели и каким бы потенциалом ни обладали, их, скорее всего, искусственно будут сдерживать в пределах определенного какого-то коридора. — То есть максимум, который они могут набрать, это нынешние проценты, условно говоря, плюс один, два, три? — Ну, может быть, до пяти, но все равно эта погода не делает. — Понятно. Большинство в парламентах, я так понимаю, что и региональных, они не получат. — Не знаю. То есть, скорее всего, парламентское большинство оставят в каком-то виде. Устоявшиеся фракции, они уже к ним привыкли, с ними научились работать. В принципе, они не очень сильно досаждают. То есть, вполне возможно, их оставят. То есть, я так цинично говорю, их оставят. Конечно, все это будет через голосование. Ну, позволят набрать ровно столько, сколько... — Через честные и демократичные выборы. — Да. — Хорошо. Еще вопрос по поводу митингов. Я задаю его всем нашим гостям. Меня волнуют две вещи. У нас не первый митинг проходит против пенсионной реформы. Организаторы у нас разные. И тем не менее, пока в Кирове этот митинг не собрал ни один, ну, может быть, кроме митинга профсоюзов, да, где люди приезжали, все-таки у них там такая организованная была история, да, не собрал больше тысячи участников. Это значит, что всего тысячу жителей Кирова волнует вопрос повышения пенсионного возраста? — Конечно же, волнует многих. — Почему не выходит? — Ну, знаете, у нас страна такая. То есть, у нас люди очень долго не выходят и не высказывают в публичном пространстве все, что думают, обсуждают это на кухнях. И чем дольше это происходит, тем сильнее потом рванет. — Рванет? — Ну, история показывает, что да. — Мне-то бы хотелось, конечно, надеяться, чтобы этого не было. — Я думаю, что, опять же, это не произойдет только лишь по причине принятия этой реформы в том виде, в котором ее сейчас принимают. То есть, этого будет явно недостаточно. И если рванет, то, скорее всего, не прямо сейчас, а, скорее всего, требуется накопить еще какой-то потенциал, вот этого протестного мыслеизъявления. То есть, это все копится. То есть, люди утомляются. Люди перестают верить в то, что им говорят, когда им говорят одно и то же из года в год. И мало что меняется на уровне изменения принципов управления. То есть, мы помним на протяжении нашей недавней истории, как еще и до «Единой России» менялись партийные бренды. Там была одна партия власти, сколько их там названий было. Там «Выбор России», «Демократическая Россия», «Наш Дом Россия» и так далее. Сейчас «Единая Россия» подзадержалась. Рано или поздно там все меняется. Если не успеют сменить рычаги управления, как-то поменять стиль управления, там не смогут сменить ключевых персонажей, людей это утомит настолько, что события 17-го года прошлого века могут повториться. Ну, конечно, не хотелось бы, Олег. Но вот выход там, да, утомляемость, там невозможность выпуска пары и прочее, и там долгое терпение нашего народа, это, в общем, такая вещь достаточно известная. Но с пенсионными митингами история ведь другая. Мне кажется, любой разумный, задумывающийся человек, он понимает, что от того, как много сейчас протестующих выйдет на улицы, может зависеть окончательный вид этого законопроекта. Об этом мы поговорим буквально через полминуты. Продолжаем программу «Особое мнение» с Олегом Ткачевым, руководителем Кировского центра поддержки НКО, членом Общественной палаты и ОНК Кировской области. Олег, ну вот буквально сейчас в перерыве сказал, эксперты говорят, митинги, которые сейчас собирают, где-то тысячу человек, где-то 500 человек, где-то 10 тысяч, где-то там, ну вот в Москве, по разным данным, до 30 тысяч человек выходило в выходные, они не воспринимаются властью как некая угроза, да, и некий показатель того, что народ недоволен решением возможным о повышении пенсионного возраста, именно потому что митинг-гейте согласованные, митинг-гейте разрешенные, митинг-гейте управляемые. Как я раньше говорил, то есть пока не накопится какая-то критическая масса, не будет никакого стихийного взрыва. То есть критическая масса, она должна накопиться, и когда она накопится, реально накопится, она сметет все, и ее невозможно будет просчитать, то есть от какой искры она там вспыхнет. Но вот не хотелось бы стихийного-то взрыва, хотелось бы, чтобы на законно разрешенные митинги выходило большое количество людей все-таки. И чтобы их мнение учитывало. Тут еще такой момент. С точки зрения нормального обычного человека, выход на публичное мероприятие, это достаточно сильное заявление, которое нормальный обычный человек не делает. А почему? В течение своей жизни. А почему? В силу привычки, воспитания, терпения, в силу многих разных причин, нормальный обычный человек относится к публичным мероприятиям достаточно тоже скептически. Тем более большинство публичных мероприятий, как бы они ни проходили в наших реалиях, в реалиях наших последних 20 лет, они, собственно говоря, погоды-то так, делали очень немного. Ну или делали, или результат был не совсем тот, который хотелось получить. Результат был не совсем тот. То есть те люди, которые в начале перестройки, в середине перестройки, которые выходили во времена Пуча, во времена захвата Белого дома. В 93-й год. В 91-й, 93-й год. Те люди, которые действительно выходили по зову сердца, почувствовали себя в конце обманутыми, обманутыми, ровно теми лидерами, за которых они выходили. И именно это поколение, оно... Разочаровано. Оно разочаровано, оно не видит смысла. Олег, а нет ли тут еще вот какой истории? Я просто по следам воскресных митингов увидела как минимум одно сообщение. Девушка из Волгограда рассказывает о том, что она организовала протестные митинги, а сразу после этого ее уволили с работы. Она работает на каком-то муниципальном, по-моему, автотранспортном предприятии. Вот у людей, которые не выходят на митинги, есть опасения того, что работодателю это может не понравиться? Ну, конечно, такие опасения там есть, но я не считаю, что это там самые основные опасения. То есть, опять же, там человек, который там целенаправленно идет на протестные мероприятия, он должен быть готов, что будут какие-то неприятные последствия, даже не видят, что его там и забьют, посадят, его просто уволят. Даже какой-то административный штраф, что, в принципе, не так страшно. Но это дискомфорт в жизни человека. Никому не хочется дополнительных проблем. Дело не в том, что не хочется проблем. То есть, это должно вызреть в душе каждого человека некая готовность нести издержки. То есть, любой слом существующего порядка – это последующие издержки для того человека, который в этом участвует. Там неважно, будет ли он просто по ночам думать, а правильно ли я все сделал, а тем ли я доверил людям выражать мое мнение, тех ли я поддержал или что-то еще сделал. Или поступят какие-то реально… Ну, начальник скажет, а-та-та, зачем ты ходил на митинг? Вроде как бы не рекомендуется. Я же предупреждал, что не надо ходить, ну вот тебе выговор. Вот не поэтому. То есть, это тоже в общую копилочку, но мне кажется, вот такая внешняя оценка человека не настолько сильна, насколько человек сам внутренне оценивает себя, свой потенциал, свою готовность идти до конца. То есть, все-таки зависит от человека. Должна накопиться критическая масса. Ну, конечно, зависит от человека. Должна быть готовность чем-то жертвовать, и должно быть понимание того, зачем я это делаю, и вера в то, что это все пши ко мне обернется. Любые нестандартные действия — это шаг в неизвестность. Как бы ни казалось, что после какого-то действия расцветут сады и будет все хорошо, этих уберем, других поставим, более честных, грамотных и так далее, вот тогда-то и заживем. Взрослые люди понимают, что так не бывает. То есть, любое нестандартное действие — это шаг в неизвестность. Все-таки хотелось бы мне, чтобы выход на митинги, пусть в рамках закона организованный, не воспринимался нашими людьми, как некая стрессовая ситуация. Это в любом случае стрессовая ситуация, прежде всего для самого человека, для самого себя. И в любом случае людям не показано, люди не видели какой-то положительных эффектов. Ну да, мы видели другое. Нам показывали людей, выходящих на митинги, которые враги страны, как говорят федеральные каналы. Если бы после какого-то митинга, я не знаю, там власть, не власть, кто-то там представители власти сказали, ой, да, и правда, спасибо, что вы нам сказали. Ой, что это мы тут не подумали. Мы действительно погорячились и все не продумали, и мы изменяем свое предыдущее решение. Если бы такими примерами было подкреплено, то тогда бы протест был мирный и более-менее конструктивный, если бы люди видели, что в результате их действий что-то меняется в положительную сторону. А сейчас такое ощущение, что люди сидят по разной линии фронта в окопах и копят-копят какие-то силы для чего-то более большего. Для последнего рывка. Ну и слегка так переругиваются друг с другом, критикуют. Олег Ткачев, руководитель Кировского центра поддержки НКО, член региональной общественной палаты, общественной наблюдательной комиссии Кировской области. К следующей теме переходим. Я все-таки хотела бы вас попросить прокомментировать шлейф ярославской истории. Напоминаю нашим слушателям, мы говорим о пытках в колонии в Ярославской области, факт которых вышел наружу. И после этого прозвучали несколько громких заявлений, в том числе от руководства Федеральной службы исполнения наказаний, обещают проводить профилактическую работу с сотрудниками, проверить все исправительные колонии в России на предмет соблюдения прав заключенных, проверять выборочно, это вчерашняя новость фактически, вот видеорегистраторы сотрудников, причем оснастить, я так понимаю, видеорегистраторы какими-то системами, которые не позволят сотруднику понимать, пишет вообще регистратор окружающий или нет. Вам как кажется, вот эта борьба Федеральной службы исполнения наказаний сама с собой, она какие-то позитивные последствия будет иметь или нет? Позитивные последствия этой борьбы, это, скажем так, не то, что там сама федеральная служба будет саму себя контролировать, я считаю, что саму себя контролировать эффективно невозможно. В любом случае. А зачем тогда делаются эти заявления? Это давление общества на возмутительный факт, ставший достоянием общественности, и мы прекрасно понимаем, что это не единственный факт, и не только Ярославль. А в Кировской области? В Кировской области, ну вот как, у меня нет никаких видеосвидетельств, то есть записей там нет, но... А устные свидетельства? Были жалобы? Ровно такие же ответы прокуратуры, Следственного комитета на попытки заявить о каких-то вещах, были, скорее всего, почти дословно, и в Кировской области, как и в Ярославле. В Ярославле просто чуть позже всплыло видео. Я не могу сказать, я не встречал, вот именно там лично, что чтобы... Чтобы вы приехали в колонию, вышел избитый заключенный и сказал, что вот меня сотрудники здесь, значит, отмутузили вчера. Я видел только сотрудников, безусловно, вежливых, корректных, как-то конструктивно настроенных, которые говорили, что да-да-да, зачем нам такие ужасные штуки, мы, конечно же, так не поступаем. Однако, я так понимаю, что ровно те же самые вещи с тем же самым результатом говорились и в Ярославской области. Для меня, конечно, это такой вопрос и объект пристального внимания. Возможно ли это у нас? Я думаю, что возможно. Возможно не потому, что в Федеральной службе исполнения наказаний там работают какие-то особенные садисты. У нас таким образом просто скроена сама система исполнения наказаний. Вся эта система построена на том, что там очень много осужденных концентрируется на территории одной колонии и их безопасность, жизнедеятельность обеспечивает одна иерархически выстроенная администрация, достаточно малочисленная по соотношению количества осужденных. Так, подождите, вы хотите сказать, что люди просто на работе устают и поэтому так себя ведут? Нет. Смотрите, тут очень такие, вот вся конфигурация системы, она основана на том, что там 10, там пара десятков человек, там сотрудников колонии. 20-30 сотрудников. Которые работают к тому же по сменам, а не единовременно. Они вынуждены контролировать там тысячу, полторы тысячи осужденных. Там людей не самых простых, там с разными характерами. Которым бояться уже нечего, они уже и так? Ну, по-разному бывает, но тем не менее. Соответственно, там, когда наступает ночь, и там в бараке, в одном бараке, в одной большой комнате там спит одновременно 100 человек, конечно, сотрудника рядом с ними не находится. То есть вообще вся эта среда, то есть концентрация сложных людей в одном месте, это ведет к тому, что сотрудники волей-неволей опираются для поддержания дисциплины на самих осужденных. Там делегируют им формально или неформально. Ну, сейчас это формально как бы запрещено, но делегируют свои полномочия по управлению другими осужденными. То есть это никак не стимулирует никакую ни гуманизацию, ни система отчетности. Система отчетности в СИН, она говорит о том, что там меньше нарушений. Плюсик. Плюсик. Как добиться в таком сложноуправляемом коллективе сложных людей результатов, чтобы нарушений было как можно меньше, тем более серьезных нарушений. Самый эффективный способ, самый эффективный, то есть это подтвердят любые психологические теории и эмпирические исследования, но это запугивание, это метод силы. То есть делается ли силовое воздействие через других осужденных или напрямую, это самый простой, самый эффективный способ держать под контролем большую группу людей. Мы сейчас вернемся к этому вопросу. Олег Ткачев, член общественной наблюдательной комиссии Кировской области и региональной общественной палаты в нашей студии. Сейчас реклама. Особое мнение на 101FM Олег Ткачев, член региональной общественной палаты и общественной наблюдательной комиссии Кировской области. Мы продолжаем о ситуации в местах заключения разговаривать по итогам Ярославской достаточно громкой и нашумевшей истории. Олег до перерыва начал рассказывать о том, каким образом выстроена работа по организации дисциплины на территории подобных учреждений режимных. И если я верно поняла, Олег, то есть вы ведете к тому, что все вот эти громкие истории с то ли бывшими, то ли не бывшими фактами насилия над заключенными со стороны сотрудников колонии, это такой способ усмирить особо буйных, которые не подчиняются ни сотрудникам, ни, возможно, каким-то там коллегам своим по заключению, которые негласно исполняют функцию надзирателей. Я бы так сказала. Ну, примерно так. Примерно так. И в этом... То есть это такая профилактическая работа? Понимаете... А в Ярославле просто перестарались? В том-то и дело, что в Ярославле все над ними, над Ярославлем недоумевают. То есть как такое попало на видеозапись? Потому что о подобном говорят во многих колониях. То есть там слышны голоса из разных мест. Ну, люди, в том числе, наверное, которые отбывают срок и выходят, рассказывают. И жалоб бывает всяких разных. Но если нет прямой видеозаписи, где видны лица, кто, как и что делает, то это практически недоказуемо. И никакие другие правоохранительные органы, которые приходят на проверку, каких-то таких жалоб, заявлений, нет видео, синяки сошли или их не было. То есть бить можно и без синяков. Ну, то есть слово против слова, получается. Слово осужденного человека, нарушившего закон, против слова сотрудника колонии. То есть я считаю, и убедился, что это именно неправильно сконфигурированная именно сама система исполнения наказаний. Наша, я не знаю, миссия, как-то еще общество. Общественников. В принципе, помочь системе исполнения наказаний стать более современной, соответствующей XXI веку. Я сейчас не говорю даже про гуманизацию. Гуманизация, безусловно, должна быть. Пыток, безусловно, быть не должно. Но, смотрите, цель. Цель исполнения наказаний. Человек нарушил какие-то законы. Человек что-то совершил. Цель общества — исправить этого человека. И так как он не безвозвратно расстреливается, так как он сажается не более чем... Не пожизненно. Не пожизненно. Когда-то он оттуда выйдет и будет жить вместе с нами. Цель общества — сделать так, чтобы этот человек был социализирован, адаптирован для жизни в реальном обществе. Не за забором, где свое общество. И свои порядки. А именно в нашем обществе. Поэтому, мне кажется, там необходима, безусловно, прозрачность мест принудительного содержания. Необходима гуманизация в смысле не смягчения режима, не поблажки. Должно быть привнесение элементов гражданского общества, в том числе и туда за забор. То есть элементы гражданского самосознания, самоуправления. Это не должны быть скопления в объединенных бытовых условиях. Не должны быть скопления кучи людей. Это не должен быть принудительный труд. То есть любой труд должен быть оплачиваем. Закон сказал ограничение свободы. Этих людей лишили свободы. То есть в понятие свободы входит много разных степеней. Но унижение, вот в наказание унижение не входит. Не входит. Не входит. То есть попытка системы сломать человека психологически, подчинить его. То есть заставить просто принять отношение подчинения, безусловного подчинения, без вопросов, без раздумий. Начальник сказал. Идешь и делаешь. Не идешь, а бегом. А, бежишь и делаешь. Бежишь. Еще говоришь спасибо, гражданин начальник. То есть это вот... Что надо для этого сделать? Это вот специальный предмет какой-то должен быть в тех учреждениях образовательных, где сотрудников СИН готовят? Это прежде всего изменение законодательства. Так. Необходимо. Необходимо, чтобы эти люди работали не принудительно, потому что закон обязывает, и они делают там бессмысленную работу. Заключенные имеют. Заключенные. Не получая за это ничего или получая очень символические копейки. Ну, допустим, к выдаче, к зачислению на их карточку 140 рублей в месяц, на которые он может купить себе секреты, что-то в ларике. 140 рублей в месяц заработная плата. То есть понятно, что это за вычетом того, что тратится на его содержание и так далее, и так далее. Но стимула трудиться за этот денежный эквивалент нет. Есть другой стимул трудиться. И это очень добивает людей деятельных, у которых есть голова на плечах, которые привыкли проявлять инициативу. Вот им приходится сложнее всего. Потому что они вынуждены вид труда, вид деятельности менять, и они не могут заняться тем, чем привыкли заниматься. Когда человек всю жизнь занимался самореализацией, воплощением грандиозных планов, а попав за решетку, его пространство свободы сужено настолько, что... Олег, давайте мы все-таки оговоримся. Это чаще всего, видимо, мы сейчас говорим о людях, которые суждены за экономические преступления. Да. Потому что самореализация тоже там, она разная может быть. Ну, разные бывают. Бывают и по откровенно криминальным насильственным статьям. То есть люди достаточно предприимчивые, которые быстро соображают, умеют организовать коллектив, понимают навыки психологических каких-то аспектов. Им тяжелее всего. Почему? Им тяжелее всего, потому что здесь некуда себя приложить. И если их еще лишают работы, то есть, смотрите, за вот эти жалкие копейки многочасовой, утомительный, монотонный труд за швейной машинкой. Я помню, Михаил Ходорковский, по-моему, шил рукавицы какое-то время. Лишение даже этого труда для людей является очень большим наказанием. Потому что просто сидеть целый день в бараке, просто на скамейке... А можно сидеть-то разве? Там, допустим, бывают ситуации, когда у человека, там, человека не допускают на работу из-за каких-то там заболеваний. Ну, понятно. Там инвалидность. Ему разрешено присесть. Там часть людей, вот, они остаются, и они вот на встречах, они говорят, там, посодействуйте, попросите, пусть мне дадут хоть какую-нибудь работу, потому что я с ума сойду, я не могу тут уже который месяц, я сижу, вот, и не знаю, куда себя применить. На воле я был, там, руководителем, там, того, сего, вот, у меня голова привыкла работать. Я не могу сидеть, вот, я не могу мерить, там, из угла в угол, там, шагами. Этим людям приходится тяжелее всего. Вот сколько мы встречались, вот, есть категория людей, которые привыкли, там, к монотонной работе, которые не привыкли задумываться, там, особо, которые всегда считают, что есть начальник, начальник скажет какой-то, ну, то есть ведомые такие, да, вот, им как-то, ну... Им все равно, что происходит, я так понимаю, да? Не то, что все равно, что происходит, у них есть свои маленькие тихие радости, там, чаю попить, там, в свободную минуту, там, еще что-то, там, вот. Хорошо, правда... Их не сжигает изнутри, там, жажда деятельности. Право заниматься хоть чем-то, да, что приносит, там, ну, не знаю, не скажу слово удовольствие, да, но приносит какое-то удовлетворение, может быть, да, и занимает твое время, да, и время бежит быстрее. Это тоже, там, составляющая гуманизации. Что еще? Вопрос не в том, что, как бы, это... Вот, Олег, есть новость, вот, буквально кировская, я прямо попрошу ее быстренько вас прокомментировать, да, заключенного, который отказался делать зарядку в одной из колоний в Верхнекамском районе, сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело. То есть люди вышли на зарядку, он, я не знаю, вышел, видимо, стоял без движения, на требования сотрудников выполнять команду зарядка не реагировал. Вот это унижение или нет? Я думаю, что это, смотрите, тут уголовное дело, там, скорее всего... За оскорбление сотрудника, да. А за невыполнение, там, ну, зарядки, да, это правила внутреннего распорядка. Они обязаны делать зарядку, и нам задавали вопросы, то есть осужденные, то есть, а какими правилами, какими регламентами расписано ли, какие мы именно должны делать упражнения? То есть если я просто стою и, там, не двигаю руками, ногами, вот, но напрягаю, там, какие-то группы мышц... Это зарядка или не зарядка? Это зарядка или нет? То есть как это можно трактовать в юридическом плане, потому что за невыполнение зарядки... Бывают наказания? Бывают наказания. И, то есть штрафной изолятор, там, в принципе, это, там, реально. И при этом, вот, допустим, те люди, с которыми я говорил, допустим, они жаловались на то, что, ну, как, вот к нам подошел контролер, да, и сказал, вы не делаете зарядку, я буду составлять рапорт. Рядом стоит еще около, там, 50 человек, которые так же просто стоят, отбывают, ну, зарядочное время, просто стоят и ничего не делают. В общем, кому-то достается, а кому-то не достается, условно говоря, да? Позиция такая, вот, не надо... ну, вот, позиция администрации, она такая, а какая разница, что делали все остальные? Ты отвечаешь за свои собственные действия или бездействия? Вот конкретно ты, вот, контролер к тебе подошел, и ты попал, там, в поле этого видеорегистратора. Он к тебе обратился и сказал, что ты не делаешь зарядку. Вот все остальные, там, попали, не попали, а неважно, к ним контролер не подошел. Понятно. Вот, с одной стороны, осужденные чувствуют несправедливость, как это, вот, ко мне подошли, меня наказали, и 10 суток ШИЗО за эту зарядку, а все остальные 50, вот, он чувствует несправедливое, неравное отношение, там, лично к себе. В общем, я понимаю, там, для того, чтобы вообще начинать разговор о каких-то изменениях, видимо, в системе ФСИН, надо сначала все-таки еще раз, наверное, проработать, причем с привлечением, может быть, и общественности, какие-то правила поведения не только для сотрудников ведомства, да, но вообще правила жизни, скажем так, потому что, ну, жизнь меняется, да, все меняется вокруг. Тут не в поведении дела. Да, Олег, заканчивать нам надо, поэтому быстренько, ага. Кратко. Колонии большими быть не должны, то есть все должно быть поделено на мелкие группы, вот. Вот, должно быть не барачное содержание осужденных, там, по 100 человек, там, в одном отряде, а камерный тип, то есть, там, 3-4 человека. Работа должна быть, вот, ну, не такая, а человек должен... Должна быть работа, которая позволяет человеку применить свои способности максимально. Да, 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 и это поиск работодателей, это, не знаю, там, делайте хоть офшорные зоны вокруг колонии, да, но чтобы туда, там, шел какой-то бизнес и предлагал работу осужденным, чтобы там было разнообразие в работе и достойная оплата труда, из которой, там, шли бы пенсионные, достойные пенсионные. А тут, а штрафы ведь гасит еще, да? Да, и штрафы, да. То есть, эти же потерпевшие, которые не могут получить возмещение, они, по крайней мере, были бы в более выигрышных условиях. Это вот отдельные элементы, их, это, конечно, этого недостаточно, там есть еще много-много-много, кроме того, что необходимо исполнять закон и, там, уменьшать насилие, там, в любом виде, там, со стороны осужденных, со стороны администрации насилие необходимо, там, уменьшать, но как? Вот я говорю о том, что надо менять систему. Гуманизация и какая-то административная реформа. Олег Ткачев, член ОНК Кировской области, региональной общественной палаты и руководитель Кировского центра поддержки НКО был у нас в эфире в программе «Особое мнение». На этом мы прощаемся. До свидания.